Девянная рамка часы. Играем вместе с Винни-Пухом. Сразу отмечу, что игрушка довольно большая. Я была очень приятно удивлена тем, что диаметр круга очень большой. Они состоят из стрелок, из чего часы не могут существовать, и цифры, которые от 1 до 12, которые вставляются в пазы. Стрелки, я, честно говоря, думала, что они закреплены, но они также внимаются легко. Их объединяет небольшой штыречек, который вставляется в отверстие. Для взрослого это не представляет сложности никакой. Ребеночек, может, немножко покопается в силу неопытности, а затем уже в легкую все это вытаскивает. Единственное, надо следить за тем, чтобы он не потерял эти детали. Очень удобно у каждой цифры имеется небольшой держатель красненького цвета, за который ребеночку и удобно вынимать циферки из пазов. Когда мы их вынем, все вынем, то увидим, что цифры дублируются внизу, такого же цвета, тоже яркие. И шестерку, девятку, если поменять местами, то, в общем-то, ничего страшного не случится, они идентичны. И вообще я пробовала вставить некоторые цифры в пазы, в чужие, не в свои, они все практически вставляются. Ну, допустим, тройка в двойку, двойка в тройку, ну, шестерка в девятку, естественно, 11 в 10, ну, и, в общем-то, как-то так. Мы видим, она покрыта каким-то составом лакокрасочным, часы блестят, я вот на свету, видно блики, что очень сильно блестит. Она гладкая игрушка, ну, из-за пожара очень яркий, красивый винни-пох с медом и радуга. Ну, в общем, моему ребенку год и пять, его, конечно же, интересует только вкладывание вот этих вкладышей в пазы. Пока время изучать не будем, но, сами понимаете, игрушка многофункциональная, не только можно вставлять вот эти вот вкладыши, но еще и изучать время, но это уже попозже.